здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин основе на связи из русалима израильский политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день я прошу вас прокомментировать несколько тем и событий которые касаются непосредственно израиля ну так в разброс не по важности а просто что называется действительно в разброс начнем с международной темы которая касается напрямую израиля речь идет о том что у нас в отношениях с россией на сирийском фронте скажем так возникли какие-то то ли осложнения то ли какие-то непонятные новшества дело в том что было несколько приписываемых израилю скажем так но израилем не подтвержденных налетов на иранские объекты в сирии после чего если раньше возникали какие-то сообщения о том что по мнению сирийских информационных агентств что сирийские по его успешно отразили такую атаку то теперь с таким заявлением выступил официальный военный источник в россии представитель российского минобороны заявил что большая часть ракет израильских при этих налетах была уничтожена что заставило говорить что появились какие-то новые отношения в у нас с россией в этом вопросе более того по как бы неподтвержденным дипломатическим источником израилю было передано из россии что личные договоренности бенемин антиньягу с владимиром путиным по поводу действий в сирии обнуляются и теперь надо договариваться заново как вы можете прокомментировать вот эти события знаете я думаю много спекуляции на эту тему на базе одного интервью российского военного представителя я думаю что поскольку речь идет о важном стратегическом вопросе для обеих стран для трех точнее стран для россии израиля и сирии то здесь спешить рассказывать всем о том что ситуация каким-то образом драматически изменилась без каких-то официальных заявлений не стоит не говоря уже о том что если бы действительно такой диалог происходил мы стали свидетелями визитов израильских либо российских официальных лиц диалога на уровне официальных представителей которые регулярно происходил на самых разных уровнях и происходит до сих пор начиная от встреч в российском миде чай визитами израильских представителей таких структур как совет национальной безопасности в россии и так далее и все это происходит достаточно открыто без каких-то там желания замести что-то под ковер мы помним также кризис который имел место в этих отношениях когда сирийский обл сбит российский военный самолет и этот кризис также разрешился путем прямого дела что я на самом деле думаю что здесь больше спекуляции чем реальности понятно что когда дело доходит до ситуации в сирии у каждой стороны есть интерес достичь своих целей с стороны и и помочь друг другу сохранить определенный имидж с другой стороны россия стремится продемонстрировать что она защищает стабильность и безопасность серии израиль действует в определившийся уже несколько несколько лет назад парадигме в которой израиль однозначно не стремится к смене власти в сирии но при этом действует против конкретных угроз своей безопасности который существует в сирии как под эгидой сирийского режима так и под эгидой иранского присутствия там и в конечном итоге всех интересует результат то есть израиль тоже интересует практический результат предотвратить развитие вот этих угроз долгосрочных угроз израильской безопасности а как это происходит оформлено с точки зрения общественности надо нужно ли помочь противнику тому же сирийскому спасти лицо в этом смысле я думаю это второстепенные второстепенные задачи израиль не стремится в этом смысле как минимум до сих пор израилю было было абсолютно как минимум с официальной точки зрения в израиле как вы правильно сказали практически не очень редко брали на себя ответственность за ту или иную военную операцию на территории сирии мы не знаем в действительности кто и как действует в сирийском небе там действует не только израильские ввс но и ввс коалиции в сша это тоже известно и поэтому я думаю что здесь пока всерьез говорить о каком-то изменении парадигм не стоит я думаю что как раз больше 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 так сказать происходили продолжайся в этой ситуации того что было до сих пор когда одна сторона хочет влюсти свои свои интересы которые касаются как реальности такими же другая сторона в общем-то заинтересована в первую очередь в устранении конкретных угроз своей безопасности в такой ситуации все могут договориться следующая тема продолжается скандал правда не в такой уже конечно мере но тем не менее продолжается скандал с израильской компании нсо компании которая выпускает программное обеспечение по данным международного журналистского расследования использующиеся в разных странах для слежки за правозащитниками журналистами адвокатами и политиками дошло до того что президент франции макрон позвонил премьер-министру израиля и речь шла именно о том что якобы это программное обеспечение израильское использовалось для прослушки его телефонов а также ряда других французских полиции по политиков прошу прощения и от израиля было как сообщалось потребовано дать объяснение по этому поводу и вот теперь стало известно что во францию летит наш министр обороны это совпадение или он летит для того чтобы замять этот скандал источники в министерстве обороны говорят о том что этот вопрос будет поднят тем не менее официально израильская позиция до сих пор она достаточно ясна то есть есть определенные четкие критерии относительно экспорта оборонительных технологий технологии сфере безопасности и кибербезопасности часть из этого из и в отвечая на те или иные просьбы израильских дружественных стран проверки о том были ли в случае с компанией на соцсоблюдены эти ограничения и требования которые выдвигаются к оборонному экспорту они будут проведены но пока на самом деле компания сама жестко отрицает любые обвинения в том что она сотрудничает с теми или иными диктаторскими режимами или или злонамеренными актерами на мировой арене поэтому я думаю что мы еще немало услышим о развитии этой ситуации хорошо что называется будем наблюдать вернемся к нашим внутренним проблемам коронавирус уровень заболеваемости угрожающий растет а с ним и растет скандал по поводу и вообще обсуждения путей выхода из этого кризиса кто прав оппозиция которая утверждает что именно ее шаги привели к снижению чуть ли не до нуля заболеваемости коронавируса в израиле или нынешнее правительство которое действительно оказалось совершенно новых условиях но которая избрала новую и другую тактику борьбы с эпидемией борьбы не столько запретов сколько такой логистики и реагирования по конкретному дню что делать и как делать в свое время мы с вами говорили как-то о политическом кризисе в который в то в то время оказался на теньягу и вы сказали что на теньягу будут судить не столько по его политическим достижениям сколько по достижениям в борьбе с коронавирусом в данной ситуации на на бен это распространяется эта теория но ситуация на самом деле с несколько иная потому что бед на данном этапе он не находится перед перспективой досрочных выборов и мы пробуем донял было в том что весь период когда он руководил борьбой с коронавирусом в период либо ожидания выборов либо перманентных выборов и понятно также кстати надо сказать что вне зависимости от признания успеха на тенья во всем что касается обеспечения массовой вакцинации тем не менее трудно избавиться от впечатления что как минимум часть его избиратель избирателей куда остались дома в день последнего голосования в том числе и потому что были недовольны теме экономии мерами ограничительного характера которые принимались в ходе борьбы с пандемией и которые повредили многим из них мы знаем по демографии что значительная часть избиратель или куда например это люди которые относятся к сфере малого бизнеса и самозанятых и нынешнее правительство здесь нужно понять несколько тенденций с одной стороны есть действительно стремление не помешать в динамике быстрого восстановления экономической жизни которая в общем то должна обеспечить этому правительству принятие того бюджета который она хочет принять она хочет напомнить бюджет который хочет принять до 4 ноября этого года это должен быть бюджет достаточно позитивный скажем так который не будет содержать себе жестких сокращений социальных расходов или программ развития инфраструктуры и который будет должен включать себя ряд позитивных изменений которые стоят денег да например совсем недавно объявлены план министра финансов выполнить свои обязательства предвыборное и повысить пенсии для людей для то что называется дополнение прожиточного минимума для самых малообеспеченных израильских пенсионеров значительная часть которых являются пенсионеры-репатрианты из стран бывшего СССР не накопившие на пенсию это эти подобные меры которых в бюджете будет немало они все стоят денег и сейчас мы читаем последнее время оптимистические оценки министерства финансов о том что страхи связанные с помните в ходе компании много что говорилось о большой дефицитной дыре в бюджете которую нужно будет как-то закрывать вот сейчас министерство финансов говорит что опасность не такая большая и у нас даже есть может быть в этом году определенный профицит понятно что если мы опять приходим к раунду ограничений может быть даже карантинное закрытие технических отраслей экономики то эти оптимистические прогнозы сразу оказываются серьезной опасности это один фактор другой фактор тоже нельзя отрицать это то что целый ряд политических деятелей который сегодня находится в коалиции а в течение последних полутора лет находить в оппозиции они зарекомендовали себя в той или иной степени как и может так выразиться короноскептики отчасти даже отзывались о вакцинах против коронавируса понятно что оказавшись сегодня в коалиции они не готовы так просто расстаться со своими убеждениями им продолжает казаться что во все что коронавирус не так страшно как его молюет классический пример это конечно нынешние министр просвещения ифа шаши битон который как мы знаем и это в кабинете по коронавирусу уже давно выплеснули снаружи и не всем известно во все что касается изоляции школьников и что самое главное пропаганды вакцинации в системе просвещения у нее нескольные взгляды чем у того же нафталибена и даже министр здравоохранения не цена уровень за поэтому понятно что здесь эти факторы сходятся есть конечно же по идее определенный политический аспект всего этого конечно же нафталибенет хочет позиционировать себя как человека который умеет бороться с коронавирусом не так как на тониалу в том смысле что он и эпидемию может остановить и при этом израильскую экономику не парализовать и поэтому понятно что он будет откладывать подобного рода жесткие меры как только можно надеясь что рост числа вакцинированных и повышение эффективности режима проверки изоляции в израиле и туристов израильских возвращающихся из-за рубежа и возможно расширение списка запретных стран куда израильтяне могут летать это все даст желаемый результат но пока надо сказать что этот оптимизм реальности провергает и исследователи еврейского университета в иерусалиме например только что опубликовали отчет и свои оценки относительно того что нас ждет в будущем они видят параллель если скажем наиболее оптимистической цифрой которой руководствуется сейчас кабинет по коронавирусу является тот факт что число тяжелобольных сильно отстает от числа заразившихся то есть скажем оптимистическая оценка говорит это благодаря вакцинам происходит ситуация существенно изменилась по сравнению с предыдущими волнами число заразившихся не означает автоматически увеличение тяжелобольных как следствие загрузки мощностей системы здравоохранения поэтому мы можем вести себя более сдержанно во всем что касается ограничений но исследователи и скрипситета предупреждают что это эту динамику мы уже наблюдали в июле прошлого года когда действительно была похожая ситуация по их они приводят цифры которых они говорят что вот эта задержка с ростом с динамикой числа тяжелобольных тоже наблюдалось а затем начало догонять и очень быстро число заразившихся и поэтому чтобы остановить эту динамику правительству тогда пришлось во второй половине июля начинать вводить новые ограничения мы это помним это это закончилось как помню карантином в Росшана и так далее поэтому на каком-то этапе этому правительству придется столкнуться по-видимому придется столкнуться с необходимостью вводить какие-то ограничения надо сказать что глава правительства предупреждает об этом но он предупреждает об этом в контексте повышения темпов вакцинации на самом деле есть проблема в последние недели темпы вакцинации резко упали если премьер-министр Беннетт установил цель это 30 тысяч вакцинированных в день то в последние недели параметр это да этот параметр упал до 3 тыс в менее 3 тыс сейчас он в последние дни восстанавливается благодаря в том числе и усилиям того же премьер-министр Беннетт с точки зрения разъяснительной работы но тем не менее проблема еще существует и поэтому скажем практические если такая необходимость возникнет то премьер-министр Беннетт сможет обратиться к общественности сказать я вас предупреждал вы не не обращаясь именно к тем кто не вакцинировался вы не последовали нашим просьбам заболеваемость растет придется идти на те меры которые мы не хотели принимать в надежде на то что после этого с точки зрения политической как минимум экономические последствия будут в любом случае но хотя бы с точки зрения политической он в такой ситуации не пострадает при этом надо сказать что оппозиция конечно использует ситуацию по полной программе напоминая Беннетту и его соратникам Айель Шакет в первую очередь о том как они решительно и уверенно говорили будучи его позицией о том как легко можно закрыть аэропорт как легко можно предотвратить проникновение новых вариантов через аэропорт в Израиль как они критиковали правительство за как они утверждали просчеты в этой области и вот то что происходит сейчас в аэропорту скажем министр министр транспорта Мира Михаэля например отвечая на вопрос бывшего заместителя министра здравоохранения от Ликуда Иова Кишевка почему вы не закрываете аэропорт заявила что потому что Израиль это демократия понятно что оппозиция будет очень рада таким заявлением из кабинета нафтолюбената это позволяет ей обращаться к израильтянам и говорить им две вещи во первых что действия непопулярные действия предыдущего правительства улажен по мере с коронавирусом были необходимы а во вторых это правительство получив в свои руки страну с очень высоким уровнем вакцинации как минимум как большой плюс который должен был помогать ему сдерживать эту ситуацию не справляется потому что оно не относится к коронавирусу всерьез поэтому понятно что дискуссия будет продолжаться но она станет релевантной политической плоскости только в том случае если эта коалиция столкнется с такими трудностями которые вызовут кризис который приведет либо к смене ее состава без новых выборов либо к ее падению например в результате непринятия государственного бюджета и досрочным выбором вот тогда конечно же это все станет предметом настоящей политической борьбы пока что это оружие в руках оппозиции удар определенный по репутации правительства но не что-то что может уже завтра послезавтра или в обозримой перспективе привести к какой-то какой-то драме и кризису внутри этого кабинета потому что надо еще раз подчеркнуть общий подход к проблеме коронавируса на данный момент в этом кабинете одинаковый там нет какой-то политической силы которая говорит давайте немедленно перейдем к максимально жестким мерам давайте действовать прямо сейчас давайте примем все рекомендации министерства здравоохранения ни одна из политических сил которые это правительство составляет в таких действиях сегодня не заинтересовано как с точки зрения репутационных последствий так и еще раз надо напомнить экономических арик спасибо за ваши комментарии всего доброго спасибо вам на этом все напомню что с нами на связи был израильский политолог арик эльман До свидания До свидания Субтитры свое